Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем выпуске я отвечу вам на несколько вопросов, касающихся какой-то томатной хирургии, которую мы в обязательном порядке проводим в защищенном грунте с индетерминантными, то есть высокими томатами, как правило, средне-позднего и позднего срока выращивания. Ну, как раз то, что мы выращиваем в таких вот теплицах. Первый вопрос, на который я отвечу, это как правильно и когда удалять пасынки. Пасынки являются боковыми побегами, которые загущают растения, которые оттягивают на себя питание, которые забирают воду, забирают питательные вещества и мешают нормально нарастать центральному стеблю и мешают нормальному формированию плодов на кистях от главного стебля. Поэтому пасынки мы и удаляем. В какой же период лучше всего удалять пасынки? Существует два альтернативных мнения. Первое мнение говорит о том, что пасынки чем раньше удалишь, тем будет лучше и эффективнее. Ну, вроде бы в этом есть определенная логика, что этот пасынок не заберет энергии много на свое развитие и таким образом не ослаблет растение. Другое мнение альтернативное – это когда пасынок уже отрастет и когда первый лист пасынка этого бокового побега будет практически полностью сформирован. Мое мнение – это как раз второй вариант. Дело в том, что когда мы удаляем пасынок в начале его развития, когда он еще маленький, хиленький, тоненький, мы, удаляя этот пасынок, можем вызвать рост второго, третьего пасынка. Иногда они начинают расти оттуда целой кучей. Более того, это же можно добиться, когда мы пасынок не отрезаем ножницами, а выламываем. С одной стороны, вот эти пеньки, которые остаются от пасынков, могут способствовать развитию серой гнили в теплице или ботритису. И поэтому многие говорят, что нет, надо выламывать пасынки, и как можно быстрее это будет снижать влажность теплицы, сгущенность теплицы, будет лучшее условие по освещению растений создавать и так далее. Но вот все-таки я вам рекомендую дождаться до того момента, когда на пасынке образуется первый такой почти полноразвитый лист, и после этого, то есть уже стебель станет достаточно толстым, и после этого на расстоянии одного сантиметра от пазыхи, там плюс-минус какой-то, его обрезать. Что касается развития серой гнили на вот этих пеньках, а это правда, она там может развиваться на этих пеньках, потому что это рана, потому что это какая-то ткань, растение, которое уже не функционирует, и туда хорошо заселяется эта самая серая гниль. Так вот, для того, чтобы это не происходило, вам нужно проводить элементарные профилактические мероприятия, заключающиеся и в хорошем проведривании теплицы, и в правильных обработках, о которых мы вам обязательно скажем. Связанным вопросом с удалением пасынков, с техникой и технологией удаления пасынков является удаление листьев. Когда же все-таки правильно удалять листья, и как их правильно удалять? Здесь тоже существуют разные мнения. Одни говорят, что надо их обязательно выламывать, другие говорят, что необходимо их обрезать. С точки зрения переноса инфекций на ножницах, что касается пасынков, что листьев, то, конечно, выламывание является, с одной стороны, казалось бы, более эффективным способом, потому что вроде как на ножницах переносится сок. Но тот, кто имеет даже вот такую скромную теплицу с небольшим количеством растений и вынужден выламывать эти пасынки, удалять, прекрасно знает, что после третьего пасынка все ваши пальцы становятся зелёные, все вымазанные в соки этих растений, и поэтому уже риски передать какие-то инфекции вместе с соком одного из инфицированных растений одинаковые, будь то с использованием ножниц, или же если вы делаете всё это руками. Поэтому вот этот фактор передачи инфекции на ножницах там или на руках, мы его вообще не рассматриваем, потому что, по сути, разницы здесь никакой абсолютно нет. Так вот, удаление листьев необходимо делать тогда нижних. Когда у вас созревает, уже сделался бурый для красноплодных сортов, первый плод первой кисти. После этого вы удаляете все листья, которые находятся под этой кистью. Далее, после того, как на второй кисти начали созревать плоды, первый плод стал уже таким бурым, начал набирать окраску, вы убираете листья до этой второй кисти и так далее. То есть, по мере созревания у вас будет идти удаление, 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 постепенное удаление листьев. И это позволит вам удалять одномоментно небольшое количество листьев. Это будет хорошей профилактикой растрескивания плодов, потому что они зачастую растрескиваются после резкого удаления большого количества листьев. Ну и ещё бытует мнение, что надо обязательно убирать листья в том случае, если они касаются земли, что земля, где есть такой проводник инфекции, и касающиеся листья заражаются и начинают болеть. Ну, с одной стороны, в этом логика есть, но с другой стороны, это компромисс между тем, что вы своевременно не сделали мульчу, вот грядку надо замульчировать обязательно, и сделать преграду между этими самыми листьями и почвой, откуда родятся многие инфекции. И второе, эту мульчу надо обрабатывать препаратами триходермы и лисиной палочки. Я предпочитаю триходерму. В этом случае вы можете быть уверенными даже, что те листья, которые касаются этой мульчи, они не будут инфицированы. Листья – это столовое растений, это источник сахаров, аромата, вкуса для ваших плодов. И слишком раннее удаление листьев будет приводить к низким вкусовым качествам этих самых плодов, плохому завязыванию, плохому росту плодов и ослаблению в целом растения. Поэтому не спешите удалять эти нижние листья, просто проведите те простые технологические мероприятия в виде мульчи, обработки триходермы и лисиной палочки, для того, чтобы почва, эти листья нижние, не стали проводником инфекции. Ну, конечно, можно удалить нижние листья в том случае, если они подгорели, в том случае, если они повреждены, в том случае, если они плохо выглядят, на них есть признаки какие-то голодания, ну, то есть, они нефункциональны, тогда их, конечно, можно удалить. Если же они здоровые, красивые, выполняют хорошо свою функцию, то в этом случае, конечно же, удалять их не надо. И в этом случае я также советую вам отрезать их, не выламывать, а именно отрезать, потому что зачастую выламывание наносит слишком большую рану на лист, и даже в некоторых случаях может потянуть за собой вот эту тоненькую кожицу, которая покрывает стебель сверху, и нанести достаточно серьезное ранение, которое в том числе будет и воротами для инфекции. Вкупе вот это все вместе, проведение мульчирования, обработка мульчи, проведение мероприятий и общих мероприятий по профилактике болезней, вполне позволят вам пользоваться ножницами, оставлять пенечки и безопасно удалять как пасынки, так и листья. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok